Сильнейшие команды, победители зональных соревнований приняли участие в завершающем этапе краевых детских спортивных игр «Спорт против наркотиков», который прошел в нашем городе. Цели этих игр самые благородные – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры молодежи. Соревнования высокого уровня в Славянске проходят далеко не в первый раз. В Центр спортивной подготовки «Олимпиец» приехали представители 12 городов и районов двух возрастных групп, чтобы выяснить, кто станет лидером. В соревнованиях участвовали команды из Геленджика и Сочи, а также Абинского, Василковского, Денского, Кавказского, Староминского, Тбилисского, Тимрюкского, Тихорецкого, Успенского и Славянского районов. На открытии финала игр выступил глава Славянского района. Он подчеркнул, что в Славянском районе развитию спорта уделяется большое внимание, модернизируется спортивная база, строятся новые спортивные залы и площадки. В Славянском районе много делается для разведения спорта, детского спорта и скоростного шага в этой сложности. Мне приятно, что сегодня мы все оставим время, проводим это мероприятие в нашем основном, можно сказать, в зале Легко-Переди и в нашем спортивном комплексе «Олимпии». Конечно, я хочу показать вам, что на работе вы делите внимание, вы будете в следующий. Роман Синеговский пожелал юным спортсменам честной борьбы и настоящих спортивных достижений. Благодаря тому, что в нашем городе созданы отличные условия для проведения самых серьезных соревнований, они здесь и проводятся. Специалисты управления по спорту Славянского района принимали много раз участие в наших соревнованиях, краевых, российских, поэтому они имеют огромный опыт и оказывают всяческое содействие для подготовки наших краевых соревнований. Финалисты, представляющие Славянский район, всерьез готовились к борьбе за лидерство и с самого начала были настроены на победу. У нас очень дружная команда, каждый переживает за своего друга, чтобы все прошло хорошо. Мы готовились долго, собирались, все вместе готовились, на скакалке прыгали и разные сафеты проходили. И каждый день собирались, готовились. Приехали с боевым таким настроением. Решительный настрой и отменная подготовка сделали свое дело. Уже в первом виде соревнований, прыжках через скакалку, ребята действовали очень уверенно, завоевав второе место. А в эстафете славянские спортсмены стали первыми, хорошо выступив на всех ее этапах. Успешное преодоление полосы препятствий завершило победное выступление нашей команды. Итак, в младшей возрастной группе лидером стала команда из города Сочи, а в старшей победили ребята из нашего района. Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными подарками от Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Мы тренировались много, и стены тоже помогли, но больше, конечно, настрой был. Настрой был всегда боевой. Я очень рада, что мы победили. Мы старались, занимались, и я считаю, что мы достойны первого места. Главный судья соревнований высоко оценил уровень их проведения и отметил, что это позволило добиться отличных результатов. Сильнейшие прибыли сегодня сюда. Естественно, и условия, и гостеприимство хозяев, радухшие хозяев не могли их оставить так же, простите, практически за тавтологию равнодушными, и это способствовало показу ими очень высоких достижений. Около 7 тысяч ребят участвовали в этих популярных соревнованиях на всех этапах. И все участники выбрали здоровый образ жизни, увлекаются спортом. Значит, цель достигнута. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов.